здравствуйте это канал максим от за и мы снова играем в инглибёрт star wars 2 мы сыграем в эпизод управляет своей судьбой но сегодня у нас свинская сторона или же темная сторона в общем поиграем за свинских персонажей сегодня также будем играть но на за многих персонажей за которых мы не играли в свинской стране таковых персонажей больше нет очень интересно давайте начинать правильный выбор свинская сторона силы наделить тебя властью о которой жалкие джедаи не мечтали лишь хитрейшие коварные имеют шанс стать владыками ситхов но и ждет дальнейший из наград говорит нам палпатин начинающий ситх нам уже дают подарок о его спичи этот подарок нам не достался вроде никакой и так с кого бы нам начать конечно же с дарта вейдера короче у него способность точно такая же как у энакина эпизод 3 но он сильнее способность у него весьма сильная видите чё только что произошло произошел лютый трэш просто лютый трэш все нафиг родинский ситх верящий да дарт максимадзе у нас сегодня играет кого бы нам еще показать среди непоказанных персонажей мной есть например штурмовики которые появляются конечно же как одни из самых основных врагов первой части bird star wars стреляют они вот так что уж опять же с одного раза всех уничтожили также есть шанс что нам не хватит памяти конечно я не понимаю что вот эти чуваки здесь делают это это же свиньи мы играем за свиней против свиней как так то вот эти соб появляются в качестве врагов на последнем уровне 3 главы на птичьей стороне какого черта они делают на свинской вот это я не понимаю ну раз уж они здесь давайте их у их уничтожать есть еще пилот истребителя и они появляются в эпизоде des star 2 в гриберс star wars и первой части и в этой и в ингреберс star wars 2 они появились кстати раньше чем в star wars 1 есть еще байки разведчик который появлялся на которые появлялись на эпизоде moon of ender из ингреберс star wars первой части и в шестом эпизоде шестом эпизоде фильма кстати говоря некоторые клоны в третьем эпизоде на выглядели примерно выглядели похоже немного на них кстати его вот это вот ну и как вы поняли это свинский аналог энакина эпизод 1 кстати в первых версиях ингреберс star wars 2 его вот это вот леталка она была более короткой и издавала точно такой же звук как его энд сейчас же ей ввели свой собственный звук красный боевой гроид у него такая же функция как только пользы малого нам конечно принес давайте графа духу он же дат тиран когда осталось сикх он изначально был джедаем хотя тут в этой игре он сразу же с не они бывшие там птицы или кто-то там еще дарт вейдер то птицы а кто-то еще остался что ли а точно я не заметил ну давайте дангов это возьмем сид служителям и гениально подарочек так сидиус и боевой дроид у нас тут подарочки кого бы нам выбрать да забавно что я на кино эпизод 1 у нас свинской стороне относится но действительно мы на уже на темную сторону уже к тому моменту перешел да да и за у вас убрать я не буду он не нравится мне не в игре не фильме фильме она страшно очень потому что на этот оборотень у человека руку монстр а тут то способность которую не она не сильно там не сильно такая же у для джобинцы который мне тоже не сильно нравится вот этого вот этот прикольный довольно но его лучше не на космических уровнях использовать космические уровни вообще не люблю зачем нам магнит вообще интересно он же толку не дает здесь железа нет почти красные боевые дроби кстати во втором эпизоде фильма появлялись на джанусь как раз таки принципе кроме цвета они ничем не отличались от других боевых дроидов еще один остался как бы попасть но так маленькими пулями он стреляет и наносит не такое не очень небольшой урон но в другой стороны говорят что штурмовики плохо стреляют это действительно так я бы сказал фильмах так татуин у нас идет наконец-то уровне не из космоса вот этот в этот охранник палпакина и необычная способность хватать предмет это способность довольно прикольная на но однако смотря где не использовать так так а кого бы взять джаба можем взять джабу он появляется только в первом ролике уровне мун оф эндер в первую часть энгриберс star wars а в фильмах он появляется в первом эпизоде и в шестом эпизоде а вот это кстати вот это прикольный кстати персонажи голограмма дарта сидиуса вот она вот проходит сквозь какие-то предметы а потом можно использовать способность оригинальны ситх адепт что у нас нам тут предложат здесь нужен кто-нибудь кто умеет стрелять или может может выиграть попробовать ну-ка здесь нет здесь вот 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 девятый уровень дарт вейдер тоже нам тут пригодится блин дарт вейдер вообще классный персонаж реально очень прям шикарный урон наносит была еще веревка с динамитом которая камни так сказать запульнет вперед вот это а потом используем когда какой-нибудь правильный момент надо использовать вот это вот прикольный персонаж имперский офицер и он он стреляет и стреляет довольно таки необычным способом в течение времени который он может стрелять в любую сторону которую мы указываем стреляет мелкими пухлями поэтому поэтому не такой сильный как кажется возьмем палпатина джава который остался по этот джава который у нас остался сейчас ты сможешь испытать на себе всю убийственную мощь темной стороны так вот это была его фраза в третьем эпизоде когда он тоже самое сказал йоде и то же самое дальше сделал тоже можно мне понравилось очень фраза это вообще палпатина он же дарт сидиус персонаж очень-очень и очень-очень интересный персонаж мне кажется представляется вообще как самый главный ситх самый главный враг вообще а изначально мы его видим как ну канну канцлер на на кору санти там сначала вообще сенатор потом а внезапно касса что это не какой-то дам но но у неймы а канцлер который просто там не ситх не джедай ничего а самый настоящий главный вообще враг звездных воинах персонаж реально интересный у нас снова давайте кого бы нам взять а вот это нам подойдет это солдат в тень у него такая же функция как у штурмовика но он умеет перед этим проскальзывать сквозь блог ну и дарт вейдер нам поможет энакин эпизод 3 брать не буду потому что он птица ну хотя и дарт вейдер тоже птица но мы просто этого не видим дарт вейдер он сильнее чем эпизод 3 ситх подмастерия 12 уровень кстати по моему мы проходим быстрее чем этот чем птичьи сторону давайте в обувь это запустили он как джанго фэд но запускает две ракеты и одна из них правда улетела хоть не что уровни очень легкие и и и и и и и и и дарт вейдер нам тут поможет я думаю дать именно так дарт вейдер и всех персонажей что мы использовали дарт вейдер пока что самый наиболее полезным оказался да да как отвлекают иногда короче здесь бы нам кого использовать вот 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 тоскенский разбойник кстати очень очень полезный персонаж он но наиболее полезен чтобы доставать карты которые бонусные уровни нас приводят потому что он может сделать любое место куда мы укажем но тут но для других вещей он не так полезен так байк происпользуем да у меня тут шторы то закрыты ребята чтобы свет большой сильно сегодня попадал а там оказывается дождь и гроза идет о вопросительный знак даже два вопросительных знаков кого бы нам использовать вейдер 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 не сильно подходящий для этого был нужен кто-то другой давайте имперского офицера например возьмем вейдер немного не так надо было немного не так осталось добить последнего давайте используем стены для этого потому что туда так просто не попадешь так глава мятежники у нас идет я не понимаю вот это что за персонажи вообще они на свиней больше похоже если знаете это напишите кто это такие давайте используем персонажей когда за которых не играли и для начала возьмем вот этого дроида он разделяется на не на несколько частей как сетевую но его части и падающие они взрываются при этом довольно таки не довольно таки не маленький урон да что-то не сильно хорошо мы сделали но теперь мы используем вот этого прикольного персонажа это гранд инквизитор и мы вон как канон ярус также быстро вылетает но при этом в конце он еще световой меч ну и вон в отличие от канона я не пролетая через кучу объектов а объекты развязались используют там световой меч о гроза какая жесткая не чувствует прогноз погоды все-таки не врал штурмовики кстати существовали в момент так что мы имеем право его запустить и прям возле динамита нечегося какой уровень 17 мы прошли уже больше половины одна звезда ух ёшка здесь надо мне кажется тарта вейдера конструкция рушится бобу фета запустить ладно это не так полезен муж пилот истребителей но это другое дело хорошо отлично пилот истребителей и полностью стран о господи это что за футбольное поле непонятное сейчас мы вам его испортим вот есть какая я давайте другого кого-то надо было брать давайте вот этого дроида возьмем а 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 джангер поэтому кто-то он нам не сильно помог я не вижу, у меня закрыто окно открывать пока идет заказ не могу похоже закончилась эта дурацкая игра в футбол инквизитор так стартнул делать последний удар вообще просто не встать вы это по-любому слышали вот по-любому лево левануло там подезнатно дроидеку не буду брать, мне не нравится дроидеку скажите давайте что-то другое может он падает хорошо ну не то чтобы прям супер мощный ливень но ливень собрали мы дарта бейдера 22 ливень осталось не так много эх ты чёрт а ну ладно он всё равно убьёт её наверное да так ну здесь рикошет пуль наверное будет так что выпускаем много ех ты ех ты ех ты ех ты я потом я не могу пока посмотреть твои сайт твои видео сообщения и фотографию тоже О, жопа на улице. Хорошо. Дождь. Все-таки обещали сегодня, и все-таки он пошел. Хотя на небе ни облачка не было сначала. Мустафар. Опять же, две страницы Мустафара. Камина. Пропущен у нас, как и аналогично. С дичей стороне Корусон врагущен. И зачем, я не понимаю. Короче, полностью четвертая глава здесь пропущена зачем-то. Ой, с этой стороны тоже эти огненные штучки. Эти камушки есть огненные. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, хорошо Да, что-то урона большого не нанес Солдаты-клоны в этот момент не любят И мы, кстати, за них на муставаре-то играли Огненные камушки там за цепью еще есть Что-то я их не увидел Ну ладно, сейчас они уже не нужны Огненные камушки Блин, она так падает, как будто она летает реально куда-то Огненные камушки Хорошо Оооо, жаль тут нельзя использовать Мы, ну точнее, можно чопера использовать Но мы не будем, потому что Мы будем канон нарушать М-м-м-м, кого бы использовать? М-м-м-м М-м-м-м-м да что же ты будешь делать надо было в него именно стрелять байкер-разведчик воин ситх их того тут использовать может лучше сверху все таки давайте вот этого чувака допустим взрывных устройств туда закинем правильная идея хотя и не все сдохли пока 28 уровень осталось совсем немного владыка ситха блин а там еще один остался гад два уровня осталось все вообще нафиг сожжем сейчас а нет не сожжем и сделаем еще вот так еще кстати что я заметил когда нас кин умирают у нас заспауненные он почему-то издает звук исчезающей птицы это странно тоже очень телефон садится но ничего зарядки на еще один уровень нам по-любому хватит а 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 удачно перенаправила чуть-чуть эту леталку владыка ситхов 1 мы дошли до этого ранга ну что ж чуть чуть быстрее этот эпизод мы прошли чем с птичью сторону на одну минуту быстрее следующий сериях мы будем призовы выходить на сегодня все с вас и коз подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на стрим с канал много канал сподирую вконтакте всем пока